смотрите где у нас любит когда жара лежать кот я не знаю то ли ему на унитазе здесь прохладнее я не знаю в общем когда у нас жара в доме у нас он сюда приходит ты что попутал тебе жарко то что на балконе просто у нас там духотище солнце у нас лоджии и солнечная сторона в общем выбирает здесь место я не могу мы сейчас решили сказать и попробовать вот такой кремовый зефир давай открывай тут ложечка пластмассовая такая идет ему и что 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 там что внутри полгу что за масса чем пахнет мы задали реально зефиром реально зефиром ну как маршмеллоу да пахнет типа такого ну что там как дефиль просто жидкий или какое пока на ложечку возьми когда посмотрим вот такой массы он да давай пробую приторный сладкий да хорошо сейчас попробую тоже сейчас попробовала вот такой жидкий этот зефир но не знаю по вкусу ну как бы вкус действительно зефира но то что он какой-то жидкий это как-то непривычно я просто бы зефир съела не стану может мне как-то для детей это наверно интересно да сейчас печеньки сделаем на подержи тебе намажу сделаю вкусную печеньку приторную что не все слиплась хочешь всыплась или хочешь печеньку . печень пожирнее погуще и берем печенечку вот так вот вот так вот смотрите какая начинка все бери ну в общем поиграться кто хочет берите попробуйте у кого есть дети они наверно скажут вам прикольно вот так конечно для меня вот кажется приторно я бы в принципе зефиринку так съела с чаем вот катюша чо как тебе с печенькой вкусно это еще помылась после ванны мокрой ладно все иди сушись там и езжу печеньку намывается запачкался что ли шибко запачкался да фиба намываешься пишем бабу мочит там лапой ты высушила волосы нет очень не держишь сушить так высохнуть так лучше чтобы посохли чем феном тебе портить волосы пусть естественным путем высыхает а то сейчас это жарко как раз высохнуть я быстро растяжись так и да и все в общем мы поели и я прилегла отдохнуть вот включила youtube сейчас что-нибудь посмотрю что там у нас вышло котяра у нас умывается да катя у нас солнце что я закрыла шторки и думал может поднимать не поднимают сидни находились и глава разболелась только вот нам не угодишь на дождь плохо холодно плохо жарко когда сильно жарко я тоже выматываю ладно все буду смотреть телевизор у меня пока будет пауза пауза на отдых посмотрю новые видяшки что у кого там вышло когда ты его сидел там спокойно себе умывался скажи что-то меня не отвлекаешь он такой все отстань достала меня дай отдохнуть не лезьте ко мне чем заняться нечем что ли на филе че ко мне пристали он смотрит он такой ты что меня убрала с того места я там сидел спокойно спокойно умывался так почище сталь хочу прям укры что все ну ладно все это это катя пошла бабушки погостить да давай придешь напиши позвоню что ты пришла и вот так вот у нас кот от жары тоже он даже ищет какие-то прохладные места мне кажется вот эту поверхность чтобы не ковровое было не такое где бы попрохладнее да филка катя у нас бабушки ушла я проводила сейчас закрыла дверь и не могу что-то вообще просто выматывает меня жара не поймут или давление то ли что там аж воздуха не хватает душно прям и полежала не могла уснуть не могла вот он как крутится да тоже жарко все все ушли мы с тобой двоем остались короче говоря поспать не удалось все равнодушно жарко думала посплю часик придет мне голова вот хотя смотрите меня даже что же как сквознячок идет что же разлетается но почему-то мне как-то не хватает воздуха наху это здесь захлопнулась не знаю все равно душновато почему-то не могла уснуть в общем думала посплю часик и у меня пройдет боль в полегчает но нифига вот зелотаблетку с рамон не помогает пока что видите мне вот бардак это я не собиралась делать уборку вот так вот сегодня я вообще это не терплю это меня раздражает такой на комоде потому что я люблю когда мне все убрано все по местам сегодня вот сил просто почему-то не хватает мне прибраться хотя в планах у меня была уборочка сегодня сейчас вот если все-таки полегчает займусь займусь и вот знаете у меня тут вообще вот чё вот такая вот такая гора который надо гладить вот стараете вот я смотрю и мне что-то плохо мне что-то плохо что ее нужно перегладить или уже забью и не знаю следующие когда мне будут выходные тогда уж и поглажу потому что у меня помощницы ушли ксюрка у меня работает катюшка у меня уж так бабушки потому что она ну тоже хочет ночевкой с бабушкой поболтать посидеть ну тоже пообщаться с бабушкой и смена обстановки тоже и необходимо дома надоедает уже на плюс скоро школа начнется конечно не хочется бабушки так что помогать мне сегодня никому поэтому сегодня если хватит сил то приберу поглажу если не хватит то перенесу уже на следующие выходные на свои я завтра я иду на работу поэтому как уж сегодня получается ладно сейчас иду на кухню мне там тоже предстоит немало работы если что на минуточку в каждом уголке в каждой у нас три-четыре комнаты и тоже вот так узнаете генералить все разом это очень сложно надо только постепенно постепенно и поддерживать порядок но у нас не всегда получается мы можем разом так вот навалить себе работы создать а потом конечно все это прибирать убирать сложнее ну Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok так и что у меня тут происходит на плите показываю на ужин делаю вот такие овощи это нам с ксюшкой катюшка у бабушки ксюша придет с работы будет кушать котлетки и молоко скипело это чтобы сделать пюрешку картошка вот уже отварилась я всегда кипячу молоко чтобы пюре как можно дольше сохранялась потому что когда если налить молоко не вскипяченое то пюре может быстро прокиснуть вот я так этот пример перенела у мамы маму не всегда кипятит молоко в картошку толчет и потом молоко вот это кипченое добавляет все котлетки жарится овощи тоже арбуз кстати очень классный хотя на вид вроде бы может быть он покажется и розовый но сочный вкусный в этом году так как у нас жара я просто наслаждаюсь постоянно арбузами заканчивается покупаем снова прям это лето у нас такое жаркое и арбузное ну что пюре готова горяченькая ждем котлетки еще минут наверно 10-15 не знаю сколько и овощи я уже выключила тоже они уже готовы на сегодня у меня заготовкой закончена все подождем котлетки и потом будем ужинать наш ужин готов эта тарелка мужа это моя тарелка овощи это наши свои огурчики свои помидорчики он у меня наелся арбуза перед тема час как ужинать и сегодня у него тарелочка вот такая небольшая обычно у него тарелка вот такая в два раза больше вот говорит налупился арбуза поэтому сегодня у него небольшая порция будем ужинать и не тоже желаю как обычно всем кто тоже ужинает завтракать или обед и приятного аппетита я буду заканчивать свой влог мы поужинали я помылась сходила в душ у меня волосы таким вот способом естественным высохли я стараюсь не часто волосы сушить этим феном вот очень много еще было дел хотела сделать но все не успеешь белье у меня так и осталось она уже пойдет у меня на следующий раз когда я буду дома и буду делать домашние дела завтра я уже выхожу на работу на мой выходной закончился ну и как вы знаете у нас выходные тоже домашние все все хочется успеть но не не успеваю сейчас вот попробовала патчи вот эти вот которые купили фикс прайсе сегодня вот с катей когда ходили магазин но скажу что мне не очень это все таки баловство они не сильно пропитанные вот жидкостью обычно когда патчи достаешь они очень такие насыщенные в сыворотке а здесь они какие-то полусухие какая то есть жидкость но мне сказал я бы сказала что не немного они какие-то полусухие и плюс у меня вот здесь уже сразу он порвался такой то есть такие хлипкие в общем они эти патчи непонятные ладно уж допользуюсь конечно не думаю что какой-то будет эффект и я уже чувствую что вот они уже буквально не прошло и двух минут или трех то они сухие так что сейчас немножко подержу и выброшу все на этом буду заканчивать свой влог увидимся уже следующих видео пока пока